Мы здесь в Рупольнинге решили для биатлетов, чтобы им скучно не было, устроить небольшой конкурс. А хорошо ли они знают историю мировых первенств? Победителя ждет встреча с Алексеем Поповым, который совершенно бесплатно на протяжении двух часов прочитает лекцию о зарождении автогонок Формулы-1. Как много золотых медалей выиграл Ули Айнар Пьерндален на чемпионатах мира? Мне кажется, у него 15 золотых. 14? Может, 12? Полагаю, 11. Мне кажется, всего у него 34 награды. Ну а что до золота, то здесь пусть будет 12. Правильно этот вопрос не ответил никто. То ли плохо Бьерндальна знают, то ли со счета все уже давно сбились. На самом деле, до турнира в Рупольдинге скандинав добыл 16 высших наград. Теперь, после смешанной эстафеты, у Бьерндалена уже 17 золотых медалей. Кто из тех российских биатлонистов, что приехал в Рупольдинг ранее, выигрывал личное золото чемпионатов мира? Я понятия не имею. Речь о действующих спортсменах, да? Тогда не уверен. Устюгов? Он не Антон, он не Дмитрий, он не Евгений, Ганнишев. А вообще это мужчина или женщина? Вместе. Ребята и девчонки, да? Это не Устюгов. Да и вообще у мужчин, по-моему, никого. Женщины. Наверное, Зайцева. Наверное, Зайцева. Что, только Зайцева? Кто-то из ребят, возможно. Макуея? Нет. Джерисоф? Нет. Одна Зайцева. Это правильный ответ. Что ж, за российской командой следят, изучают. Вот только грустновато осознавать, что они иностранцы, правые. Из наших ранее только Ольга Зайцева выигрывала золото в личной дисциплине. В прошлом году, во время индивидуальной гонки, Тарий Бёб плакал. Почему? Потому что это была первая его золотая медаль. Там один из соперников промазал на последнем рубеже. Помню, помню. А кто это был? Может, Маковеев? Можно, конечно, было бы состреть, что это он с испугу разревелся после гонки, но так нехорошо. У него получилась отличная гонка, чувства нахлынули, и это нормально. Все порой плачут. Дело было в индивидуальной гонке, и он просто впервые стал чемпионом мира. Да я просто промахнулся последним выстрелом, вот золото и подарил ему. Да, правильный ответ. Я, кстати, тоже плакал, когда бежал последний круг. Это был один из самых драматичных моментов чемпионата мира в Хантах. Индивидуальная гонка. Заключительная стрельба Кристофа Зумана. Если австриец попадает, он первый. Мажет чемпион Бё. Наши коллеги в тот момент брали интервью у норвежца. Увидев, что Зуман последним выстрелом промазал, Тарий не смог сдержать слез. Это была его первая высшая награда на мировых первенствах. Какая команда на чемпионате мира последнего десятилетия выиграла эстафету, затратив минимальное число дополнительных патронов? Немцы или русские? Наверное, все-таки русские. Стреляют они здорово. Да Россия наверняка. Когда? А сколько доп. патронов потратили? Где? Вообще не в курсе. А доп. патронов два. Ну, это глупый вопрос. Все знают, что это Россия. А сколько доп. патронов? Может быть, один или даже ноль? Думаю, это была российская команда. Женская. А мы же говорим о чемпионате мира. Ну, сколько там могли промазать? Раза два? Один. Россия. Эстафета? Ну, да. Ну, тогда это Антхольц и сборная мужская России. А сколько только патронов? Пусть будет ноль или один. Нет, один. Правильный ответ, конечно, это наши. Российская мужская команда в 2007-м на восьми огневых рубежах допустила всего лишь один промах. Точнее, мы один раз воспользовались резервным патроном. С такой стрельбой мы не могли не стать чемпионами. Недавно на мировом первенстве одна спортсменка завоевала золото, выиграв у ближайшей соперницы 2 минуты и 15 секунд. Кто, когда и в какой дисциплине? Это должно было случиться в преследовании или индивидуалке. Наверное, в преследовании это была Магдалена Нойнер. Идей никаких уж, извините. Недавно говорите? Ну да, недавно. Мне кажется, что это была индивидуальная гонка. Где еще можно столько выиграть? А кто из девчонок способен на такое? Попробуй угадать. Екатерина Юрьева. Нет? Тогда я не знаю. Когда? Год назад. Да, это сделала я. В том году в Хантах. Ну как Кристоф Зуман может этого не знать, а Хелина Экхоль может такое забыть? Год назад в Хантах. На последнем отрезке в индивидуальной гонке шведка вполне успевала выпить чашечку кофе с Вольгангом Пиклером, обсудить его дальнейшие планы и не спеша откланившись, покатить за золотой медалью. Ну что, я победил? Не то слово. Алексей Попов уже едет к вам с лекции. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова